Друзья, приветствую всех! Сергей Журнов сегодня у нас в эфире. Будем говорить о событиях, которые, ну, в общем-то, завершают 2023 год, которые случались в последние дни и часы. И будем думать, как же будет дальше. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Наташа! Привет всем нашим зрителям! И всех поздравляем с прошедшим Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом! Ну вот начну с новости, которую сегодня все обсуждают, которая сразу случилась наутро после Рождества. Это то, что Феодусий просто, как говорит один из военных экспертов наших, помножили на ноль корабль Новочеркасск. Его больше нет, хотя Шейгу говорит, что 2-3 недели восстановит, но, как говорят эксперты, он восстановлению уже не подлежит. И, конечно же, считаете ли вы, вот хочу спросить, что сегодня украинские, там, украинская армия фактически, да, к системе ВСУ ракетная контролирует практически весь Крым? Да, это хорошая новость. Во-первых, действительно, это, потому что мы видели все кадры этого взрыва, это не просто взрыв, там явно совершенно какая-то большая-большая-большая-большая штука произошла, потому что там не только сам корабль видно. Скорее всего, он перевозил какой-то серьезный боезапас, потому что, ну, взрыв этот вообще выглядит как маленький ядерный взрыв такой вот, если смотреть. И люди, которые выкладывали это в сеть, они просто, ну, видно, что офигевали от этого самого взрыва. Феодосия, кстати, это не просто порт, вы знаете, на Черноморье. Вот Глеб Пьяных там служил в ракетных войсках стратегического назначения. Там в Феодосии есть подземное хранилище, было подземное хранилище советских ядерных запасов для Черноморского флота. Вот. И, в общем, так что там это серьезная штука. И я так думаю, что Российской Федерации это хранилище возобновили, наверное, когда они завоевали Крым и, возможно, туда что-то перебазировали. Так что, в общем, это очень серьезный прорыв украинский. И, конечно, россияне даже сами признают. Они, конечно, на словах никогда не признают, что Украина де-факто контролирует Черное море. Но то, что они делают, доказывает, что это так. Потому что они, в принципе, отвели от Севастополя, из Крыма все, что можно было, перевели в Новороссийск. Дальше там даже в направлении, я не знаю, Сочи, Адлера. Все, что можно было, все ввели подальше от действия украинских украинских ракет и украинских дронов. Украина в этом смысле, кстати, в 23-м году добилась, это, наверное, самая большая победа Украины на фронте. То есть контроль Черного моря заставили Россию перебазироваться. И Украина добилась того, что она самостоятельно возобновила все зерновые и незерновые сделки и экспорт по Черному морю без всякого согласия Российской Федерации и без подписания с нее каких-то договоренностей, которые Россия сорвала при посредничестве Турции. Тем не менее, Украине удалось, кстати, очень приличные объемы. Вот последнюю цифру, которую я видел, это было что-то 13 миллионов тонн грузов, перевезенных Украиной самостоятельно, без всякого, так сказать, посредничества турецкой стороны. Вот. А это очень серьезные объемы, конечно. Вы знаете, Сергей, что несколько недель назад в Соединенные Штаты ездил и президент Зеленский, и ездила большая группа парламентариев вместе с Маркаровой, с нашим послом и с Андреем Вермаком. Говорят, что результаты это принесло хорошее. Ну, то есть, теоретически, да, 10 процентов, вроде бы, как говорят американцы, еще прибавились к тем, кто говорит, что нужно возобновлять помощь Украине и делать как можно больше ее. Ну, а на деле говорят, что уже первые самолеты в 16 поступают в Украину. Но, с другой стороны, мы видим вот эту схватку между республиканцами и демократами. И сейчас вот многие эксперты говорят о том, что на границе США происходит Армагеддон, буквально. Вот. Десятки, там, вернее, десятки тысяч мигрантов, и нелегальных в том числе, стоят, так сказать, на границе и ждут там решения погранслужбы. Почему такой большой поток? И, действительно, это такая серьезная проблема для Соединенных Штатов? Ну, начнем с первой части вашего вопроса. Значит, поездка, действительно, я считаю, что поездка была эффективной. В долгую. В долгую это была поездка эффективная, потому что украинская сторона поняла, что ей надо работать направленно с американскими конгрессменами, что ей надо работать, кстати, с представителями Штатов. И это, кстати, прозвучало потом в заявлениях Белого дома, когда сам Байден и его сотрудники напоминали американцам, что когда передается помощь военной Украине, это не означает, что чемоданы с миллиардами долларов вывозят куда-то в Украину, и что бедные несчастные, значит, американцы, которые ждут там и умирают там от голода где-то, они получают каких-то миллиардов. На самом деле это совсем все не так. Это происходят выплаты в американские фирмы, которые производят оружие, это таким образом занятость повышается в Америке, эффективность работы военно-промышленного комплекса США повышается, так что во многом эта помощь идет, кстати, самой Америке и опосредовательно Украине. И в этом смысле, в этом была, кстати, заслуга, в том числе и этой дипломатической украинской делегации, которая об этом напоминала американским партнерам, что это надо постоянно вспоминать, напоминать американцам, потому что, конечно же, никому не охота просто так отдавать какие-то миллиарды неизвестно куда, потому что все-таки Украина очень далеко находится от Америки, это там, я не знаю, самое меньшее, там 6-7 тысяч километров, и для американцев, конечно, это на другой планете, то есть многие даже не знают, где находится Украина, они слабы в географии. К сожалению, проблема заключается в том, что в 23-м году уже началась фактически предвыборная кампания американская и началось политиканство, это была не политика, это политиканство, когда и та, и другая сторона с одной стороны пытаются что-то там сделать, а с другой стороны вставляют друг дружке палки в колеса, а расплачивается Украина и Израиль. И вот это такая вещь получилась, ее признают, кстати, все добросовестные люди из демократической партии, из республиканской партии. Они говорят, да, вот у нас такая сложная ситуация, не то, что республиканцы не хотят давать помощь, но они хотят разделить этот пакет по конкретным направлениям, а демократы вроде бы сопротивляются, а демократы, кстати, в том же самом обвиняют республиканцев. Поэтому проволочки есть, но, тем не менее, давайте позитив. Позитив, Байден подписал самый большой бюджет Пентагона во все времена, 886 миллиардов долларов, внутри которого заложено как минимум полтора миллиарда помощи Украины, так что это не означает, что сейчас помощь прекратится и ничего в Украине не идет. То есть даже внутри того пакета, который есть в Пентагоне, который есть в специальных фондах Белого дома, он позволяет порядка миллиарда-полутора передавать в ближайшее время Украине. И, кстати, по итогам этого визита было озвучено какие-то пакеты многомиллионные, не миллиардные, но многомиллионные, которые все-таки помогли Украине. Дальше вот эта проблема, значит, почему вы правильно совершенно рассказали про ситуацию на южной границе Соединенных Штатов Америки с Мексики. Ну, там не десятки тысяч, там сейчас идет колонна в семь с половиной тысяч человек, значит, там включая детей каких-то там, женщин. Это иммигранты из Латинской Америки, где нищета повседневная, и которые, значит, пытаются найти какой-то свой выход в иммиграции в Соединенные Штаты Америки. Эта проблема давнишняя, к сожалению, действительно она, ну, искусственно подогревалась всеми демократическими администрациями Соединенных Штатов, которые, так сказать, не очень сильно с нею боролись. Но, кстати, надо сказать, что и республиканские администрации не боролись с нею точно так же. Потому что, на самом деле, эта иммиграция во многом устраивала работодателей внутри Соединенных Штатов Америки, потому что, когда туда приходят нищие латиноамериканцы, они готовы за доллар в день работать на любой работе, которую, значит, находят в Соединенных Штатах Америки, и которую, кстати, на которую американцы сами не соглашаются. Эта история такая же, кстати, и во Франции, и в Германии, и так далее. То есть есть огромное количество рабочих мест, куда идут только иммигранты, и куда, и на самом деле, вот эти разговоры, что они там у нас пришли отобрать наш хлеб, наши рабочие места, это разговоры для бедных, это все туфта, это обман, потому что, на самом деле, есть очень много работ, ну, так сказать, некрасивых каких-то, тяжелых, с серьезными нарушениями условий труда, куда соглашаются только работать иммигранты. И без таких, кстати, работ Америка встала бы, потому что, вы знаете, уже доказано многократно, что аж даже Белый дом нанимает таких иммигрантов на черном рынке, потому что даже у него не хватает денег из бюджета, и даже его устраивают такие черные иммигранты. У нас такая же история была, кстати, такие же скандалы даже были с администрацией президента Макрона, с Елисейским дворцом, и с Матиньонским дворцом, когда какие-то вот по контракту работающие люди на самом деле являлись даже негласными иммигрантами, незаконными иммигрантами. Такие же истории были в Германии, где угодно. Так что эта история, в общем, реальная, но старая. Ее все запустили. А сейчас, когда ухудшается, допустим, положение в каких-то латиноамериканских странах, то, конечно, есть вот такая потребность пойти в Америку, потому что такое Эльдорадо где-то там на севере маячит. Большая-большая страна, богатая, где есть деньги и так далее. Ну вот, я не думаю, кстати, что есть решение у республиканцев, потому что отгородиться забором и что дальше, стрелять по этим людям, что там из-за пулеметов их расстреливать, тех, кто лезет на этот забор. То есть я, откровенно говоря, не очень сильно вижу, как можно в этом смысле таким образом бороться. Хотя, в общем, понятно, что нарушение есть, потому что там есть, так сказать, иммигрантские направления, где за деньги просто люди проводят людей незаконно через границу, а дальше они, эти или все люди, попадают на самом деле в экономику Соединенных Штатов Америки, которая с большим удовольствием их съедает, потому что им не надо платить ни страховку медицинскую, им не надо платить налоги, ничего не надо платить. Им платят копеечные совершенно зарплаты, и эти люди готовы работать за эти копеечные зарплаты в надежде, что когда-нибудь они получат грин-карт и смогут остаться в Соединенных Штатах. А если в Соединенных Штатах, кстати, вы родите ребенка, то этот ребенок по закону становится гражданин Соединенных Штатов Америки, и тогда упрощается немножко процедура. То есть на самом деле очень запущенная проблема, но когда эту проблему запущенную, абсолютно американскую проблему, а американо-американскую, да, американо-латинно-американскую проблему привязывают к помощи Украине или к помощи Израилю, то вот это, конечно, ошибка может быть даже демократической администрации, потому что ей просто так было проще проголосовать. Вот. Ну а, значит, естественно, в предвыборный год и даже в выборный год республиканцы не хотят дарить такие подарки, так сказать, политические своим противникам политическим. В результате все заблокировано. Вот. Но я думаю, что на самом деле эти 61, это 61 миллиард, там в январе, в начале февраля все-таки американцы проголосуют, потому что есть положительная еще одна вещь. Байдену очень нужна украинская победа вот теперь в 24-м году. Вот теперь ему она очень нужна. Вообще идеальный вариант для Байдена, если в сентябре, к сентябрю, то есть если начнется, допустим, весеннее, летнее наступление Украины, и к сентябрю или к началу октября Украина, допустим, получит какую-то супер-супер-пупер победу, я не знаю, там, отвоюет Крым или там выйдет к Азовскому морю или освободит, я не знаю, там, Донецк, Луганск и так далее, и тогда у Байдена будет с чем идти на выборы, и его тут же немедленно переизберут. То есть вот теперь у Байдена прямой интерес, чтобы Украина выиграла. Вот продолжая эту тему войны в Украине, знаете, у нас же идет большая дискуссия, там, хочет Путин переговоров, не хочет он переговоров, он, все его вот эти пропагандисты, негодяи, которые там кричат, что они будут парад проводить в Киеве и так далее. Но мы видим, что если посмотреть реально, да, на фронтовую ситуацию, то ничего не происходит, да, там, ситуация стагнации, ничего не происходит ни в ту, ни в другую сторону, ну, там, Маринку они стерли с лица земли, они продолжают штурмовать Авдеевку. Вот, уже, насколько я знаю, в Курахово новая почта прекратила свою работу, и город постепенно из прифронтового становится фронтовым. Но Украина сопротивляется просто на каждом клочке. Например, в том же Курахово, да, последняя крупная украинская ТЭС на востоке страны продолжает работать, всех обеспечивать, энергетики большие, молодец, и многие другие инфраструктуры работают. И вот Залужина, что говорит в последнем интервью? Залужина говорит, моя главная ошибка, я считал, что такое количество потерь, как мы нанесли, нанесли, остановит любого. Но Российскую Федерацию это не остановило. Какие действительно планы Путина с вашей точки зрения? Ну, во-первых, я ехидно говорю, что планы Путина определить не может никакой эксперт по геополитике, а только психиатр. Потому что Путин явно совершенно ушел куда-то в астрал, у него собственные совершенно какие-то планы. Он их сам не знает, потому что они у него меняются от интервью к интервью. В последний раз он сказал довольно открыто и однозначно. Кстати, это ответ всем людям, которые говорят, с Путиным надо садиться за стол переговоров. Он сказал, что в Украине не будет мира, пока не будут достигнуты все мои цели. А его цели были уничтожить Украину. Вот таким образом он ярко и четко совершенно дал ответ, что с ним переговариваться не о чем. И в этом смысле президент Зеленский, когда на своей пресс-конференции сказал, что с Путиным просто не о чем разговаривать. Ну вот он был абсолютно прав. Дальше Путин. Я вот с вами не соглашусь, когда вы сказали, что ничего на фронте не происходит. На фронте происходит очень даже многое, чего происходит. Там не происходит прорывов никаких. Украинцы не сдают территорию, понимаете? Украинская армия держится. Просто не сдают территорию. А украинцы уничтожают по тысячу человек в день. По тысячу человек в день в среднем уничтожается огромное количество техники. На самом деле Украина перемалывает это российское пушечное мясо. Но Путину абсолютно все равно это. То есть он вот это его не останавливает. Вот это совершенно правильная вещь, кстати, которую Залужный для себя даже сказал. Ну а тем более для Запада. Потому что Запад. Вот вы вспомните 22-й год, когда мы примерно, наверное, к концу апреля достигли цифры 15 тысяч потерь с российской стороны. И тогда все называли эту цифру и говорили, что 15 тысяч потерь – это примерно то, что официально называлось потери советских войск в Афганистане за 10 лет войны. И что говорили? Что вот теперь Россия уже вот там за два месяца потеряла столько, сколько Советский Союз за 10 лет. И все, вот теперь все, конец, значит, скоро они сломаются и так далее. Путин доказал, что на самом деле для него никакая цифра потерь не является значимой. Вообще никакая. Он может потерять хоть 50 миллионов российских граждан, потому что, кстати, во время ковида избыточная смертность в Российской Федерации составляла по миллиону в каждые два года ковида. 20-й и 21-й годы основные, основные годы ковида. Вот. И поэтому для него вообще россияне – это абсолютное дерьмо, которое вообще ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Ну, хотя, правда, ему теперь начали там говорить люди про жуткую совершенно демографическую ситуацию в России. И вот отсюда эти истории с запрещением абортов, с тем, чтобы, значит, все женщины российские рожали там по семь детей. Значит, давайте перестанем женщин учить в высших учебных заведениях. Значит, вообще скоро договорятся, что и в школу их не надо посылать. Просто сразу там, как вот только достигают половой зрелости, так их насильно, значит, надо оплодотворять. И чтобы они там каждые 9 месяцев обязательно рождали там по ребенку, в копилку государства. И как в немецкой, у нацистов это было там, эти самые Лейбен, были такие детские дома, которые забирали просто детей у женщин германских и выращивали из них воинов для будущей, значит, для будущего рейха. Вот. В этом смысле, конечно, Путину все равно. И он на самом деле, понятно совершенно, что он не остановится никогда. Да, то есть вот Путин, этот человек, это война одного человека, этого человека зовут Путин. И пока этот человек находится у власти, мы абсолютно четко знаем, что война не остановится. Пражский стрелок. Интересная история. Это, как мне кажется, это не рядовой какой-то там шутинг. Все-таки там очень много каких-то странных вокруг деталей. Да, там вот этот фейковый телеграм-канал, совершенно очевидно, что фейковый, потому что он велся всего несколько дней до происшествия. Во-вторых, он только об одном и том же, да, там на меня повлияла брянская девочка, еще что-то. Но само существование этого канала, которое почему-то этническим чехом велось на русском языке, якобы, да, говорит о том, что кто-то был в курсе, что он собирается это делать. Ну, как минимум за несколько дней кто-то его подталкивал к этой ситуации. Или вы как-то по-другому видите эту историю? Вы знаете, я немножко по-другому все-таки на это дело смотрю. То есть, конечно, понятно, что, может быть, использовали какие-то российские, прозрачно на то, что вы намекаете, что из России манипулировали этим человеком и в результате получили такую страшную трагедию. Вот. Откровенно говоря, я почему на все это дело по-другому смотрю. Потому что я считаю, что на самом деле эта проблема, это проблема любого нынешнего современного общества, в котором есть воинские игры виртуальные, и когда дети постоянно сидят много-много лет перед телевизором и стреляют целыми днями в реальных людей в телевизоре. Вот. А потом у них есть доступ к оружию. И вот в таких условиях это будет всегда в любой стране, и кто бы не манипулировал. Да, потом манипуляция может быть, и она немножко облегчит какое-то дело, да. Но если это не будет в Чехии, то будет Брейвик в Норвегии, то будет стрельба в Штатах. Это даже уже никого не удивляет, потому что это уже каждый месяц где-нибудь кто-нибудь стреляет. Потому что когда у вас миллионы единиц огнестрельного оружия, причем автоматического оружия, находится на руках, на абсолютно законных основаниях, то в результате это всегда будет получаться. И это на самом деле не связано ни с Америкой, ни с Европой. Это связано с оружием и с игралками компьютерными, а дальше с проблемами психологическими подростков. Потому что у подростков огромные проблемы всегда. Это в любом обществе подростки просто это такая категория людей, которые переживают перестройку собственного организма. И доказано уже, что там из них 20% или 25% плохо ее, очень плохо переживают. А все трудно, но 25% очень трудно. И поэтому повышенное самоубийство, там 10-15% самоубийств, и выше, чем в любых других возрастных группах, именно у подростков. И отсюда, кстати, и подростки-воины, и подростки-преступники, и подростки, которые там, я не знаю, издеваются над друг дружкой, а потом в ответ им приходят ответки. То есть это все-таки социальная проблема и такая глобальная проблема. Она не связана ни с Чехией, ни с Соединенными Штатами Америки, это вот просто такая возрастная проблема подростковой группы, но если она живет в современных условиях, когда есть пугалки и эти самые пиф-паф по телевизору и реальное оружие в свободном почти доступе, то в результате получаются вот такие стрельбы. Сергей, а вы как человек, которому не чуждо оружие, потому что вы работали в спецслужбах, и вы понимаете специфику обращения с ним, и понимаете психологию этого дела, вы за или против свободного ношения? Ну, потому что разные люди и разные страны по-разному это решают для себя. Сложный очень вопрос. Ну, во-первых, я немножко опять не соглашусь с вами немножко, Наташа, потому что, ну, конечно, да, поскольку я был офицером, то, естественно, у меня было личное оружие, у нас был тир, у нас были там стрельбы какие-то, но на самом деле разведка – это совсем не про оружие, это совсем не про Джеймс Бонда, да, потому что все-таки разведка – это голова, это шатматы, это больше интеллектуальная работа, и оружие – это просто сопровождается, ну, такая, как бы… Я немножко другое имела в виду, я имела в виду, что у людей, которые работают в спецслужбах, всегда есть информация, как на самом деле обстоят дела, вот с такими настоящими цифрами – шутингов, расстрелов, преступлений на почве оружия, и вот в силу этого у вас должно было сформироваться свое мнение на эту тему, нужно или не нужно? Сложный вопрос, потому что, ну, сейчас в мире интернета эта информация есть в доступе практически у любого человека, потому что ее можно получить, теперь любой шутинг сразу выкладывается в сеть, и, в общем, скрыть это невозможно, в Советском Союзе это скрывали, конечно, когда были подобные вещи, да, в Советском Союзе было очень сложно получить такую информацию. Я вообще склоняюсь скорее к тому, чтобы оружие можно было иметь, потому что есть ситуации, в любом случае, кстати, вот, допустим, если вы возьмете регионы, где есть там горы, какие-нибудь там дикие животные, там люди все имеют всегда оружие, всегда имеют, то есть там, где есть охота, там, где есть самозащита, потому что просто, ну, если вы живете в середине, там, в Сибири, в тайге, где бродят волки, медведи, там, я не знаю, хищники какие-то, то не быть вооруженным, это, в общем, очень сложно, и на самом деле там все оправдано. И, кстати, там не было никогда там зашкаливающих цифр стрельбы. Вот если вы возьмете просто любые места, где есть охотники, там были инциденты такие на охоте, но инциденты, связанные больше с алкоголем, чем с чем-то другим. То есть вот основные проблемы, кстати, во Франции с таком самошрутингом на охоте, это в основном вино, да, потому что, и, кстати, у нас теперь вводится правило, как в автомобиле вы не можете выйти на охоту, вам надо тоже дышать в трубочку, чтобы доказать, что у вас нет никакого алкоголя, иначе, так сказать, вам не дают разрешения заниматься охотой. Вот, потому что я реально вот видел во Франции, когда я там в девять часов утра иду за грибами, прихожу в избушку охотников, а у них там уже пять бутылок выпитого вина, а они еще не ходили никуда, они еще только собираются куда-то идти. Вот, то есть, в общем, эта вещь такая, ну вот, скажем так, на самом деле проблема заключается в том, как хранить это оружие, как оградить его от эксцессов, то есть вот оружие – это одно, а человеческие пороки – это другое, и да, и вот когда у вас есть, ходит оружие свободно, то, естественно, это оружие может попасть в случайные руки. Вот, кстати, вчера я посмотрел замечательный американский фильм, Тиес, там что-то про французского заменитого режиссера Жоне, где маленький мальчик, десятилетний, такой очень умненький, он такой продвинутый, придумал почти перпятую мобили и получил какой-то очень важный приз, а у него братец, значит, вот случайно застрелился, потому что они там просто измеряли полет пули, и он нажал на кнопку, на курок ружья и себя убил, и трагедия семейная связана с этим делом. То есть, на самом деле, я все-таки за то, чтобы оружие, наверное, в каких-то местах было, я имею в виду, наверное, все-таки не в городах больших, где есть полиция, где есть возможность позвонить вовремя и где могут приехать быстро вам на помощь. Ну вот, а в сельской местности, в общем, практически оружие везде есть, и во всех странах, и разговор только о том, как это дело все обрамляется, как это дело сопровождается, как хранится, как обеспечивается безопасность, но в этом смысле я довольно спокойно отношусь к тому, чтобы оружие было. Ну, я еще хотела вас спросить по поводу того, что вы видите сами и без меня, как Россия закрывается постепенно, что происходит там. Вот те люди, которые думали, что с ними все будет в порядке, весь этот коллективный Киркоров, да, считали, что они неприкасамы, поскольку они поддерживают войну, но стоило им только снять портки и там поплясать у кого-то на день рождения, как их заставили всех, и Собчак, и Ивлееву, и всех остальных извиняться публично. Это целый такой марафон, идет сегодня целый день извинений, и мы видим, что продолжается падеж, так сказать, самых оголтелых пропагандистов российских. Вот отравление Красовского выглядит довольно странно. Я думаю, вы читали об этом. Якобы с ним в квартире точно так же был отравлен его сожитель, артист Черных, а зрители его по каким-то там сериалам должны помнить. И оказалось, что они были оба отравлены. Потом выступают другие телеграм-каналы, говорят, что их квартира использовалась как квартира ФСБ, куда приводили там, но об этом писали телеграм-каналы. Потом это опровергали, потом это опять подтверждали. Что происходит в России? Вот неужели начинается зачистка самых таких оголтелых, которые много знают и не держат язык за зубами? Красовский не всегда держит язык за зубами. Ну, надо посмотреть, потому что пока что все очень свежо. Вы правильно говорите, что есть информация одна и противоположная, и уже 25 слухов с 25 вариантами. Самое главное другое. В России всегда было двоемыслие. Всегда. И в Советском Союзе, и в России. И всегда вот эта самая тусовка около государственной, государственная. Депутаты Госдумы, кремлевские чиновники, где там попы какие-то, в том числе и очень высокопоставленные в русской православной церкви, военные, кто угодно, никогда не соблюдали никаких заповедей Христовых, никаких уложений Уголовного кодекса и Морального кодекса строителя коммунизма. Вот они всем этим занимались столько, сколько хотели. Я вам это могу рассказать. 20 историй из МГИМО, когда у нас рассказывали и про голубые вечеринки, и про розовые вечеринки, и чего только не рассказывали. С отчислениями, с возвращениями, кстати, обратно сначала отчислили, через год вернули и так далее и тому подобное. Это было всегда, то есть власть придержащие всегда жили совсем по-другому и в других совершенно условиях. И то же самое продолжается при Путине. Все разрешено. Но главное, что надо соблюдать фасад. Вот главное, чтобы вы не ходили с этими радужными флагами, не устраивали гей-парадов. А у себя там на дачах, у себя в квартирах вы можете делать что угодно. Даже в домских кабинетах вы можете делать что угодно. Главное, что не выносить это дело на публику. И публику в Российской Федерации больше всего шокирует именно то, что вот эту вечеринку вынесли на публику. У меня такое впечатление, что их развели. Вот конкретно развели, вот конкретно эта вечеринка, потому что там, в общем, очень известные фамилии. Причем фамилии в том числе всяких военных корреспондентов, в том числе и околовластных каких-то людей, которые все спятся, все с депутатами, с министрами, с чиновниками кремлевскими. Поэтому они все защищены. Их просто развели, потому что кому-то понадобилось вот сейчас развести, создать атмосферу. Это, естественно, атмосфера предвыборная. Это атмосфера, вот когда Путин предлагал эти законы про аборты, против гомофобские всякие запретительные законы против гей-сообщества, ЛГБТ и так далее. И мы все это знаем, все это знаем про Жириновского, все эти фотографии, про Путина, который целует пупки, про голый его торс, значит, Шойгу целыми днями. Я у себя сегодня, кстати, в Твиттере и в своих соцсетях такой комментарий по поводу этой вечеринки дал, что ее осудили не потому, что там все вот так состоялось так, как состоялось, а потому что главного экземициониста страны Путина туда просто не пригласили. Вот если бы его пригласили, и он бы туда пришел вот с Шойгу вместе, опять с голым торсом и так далее, то все было бы нормально. А они забыли, вот ребята расслабились и забыли, что он их самый главный человек, который любит постоянно обнажаться, это Владимир Владимирович Путин. И вот прогуглите просто Путина и мальчики, Путин голый торс, Путин голый, и вы увидите, сколько раз он нам показывал свои, значит, бицепсы, трицепсы и прочие всякие животные. Вот, так что в этом смысле я так думаю, что их просто развели, это вот такая разводка. А дальше, ну, как, чего из этого выйдет, посмотрим. Я не думаю, что из этого что-то будет серьезное, потому что все они отмажутся, потому что все, вот как вы правильно сказали, все начали извиняться, все, значит, киркоров, и все сказали, значит, что типа мы, мы не мы, их там не тут, это все как, вы знаете, строго говоря, как в Крыму, да, значит, их там нет, вообще сейчас выяснится, что всех тех, кого мы видели, их там не было, это все двойники какие-то, это все фотомонтаж, и все это дело сойдет на нет. Зато прижимают довольно сильно звездную пару Пугачева и Галкина. Сейчас я знаю, некоторые депутаты Госдумы инициируют, так сказать, проверку постов Пугачевой на предмет фейков об армии. И в основном речь это о посте 18 сентября 22 года, где она заявила, что солидарна с мужем, который желает свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорной цели. Вот они, как бы, эти слова считают фейком, что цели совершенно не иллюзорные, дескать, и проверяют ее на этот предмет. Как вы считаете решаться на то, чтобы замахнуться на святое? Последнее святое, что осталось в России? Прежде чем ответить на этот вопрос, я закончу ответ на предыдущий, потому что вы спрашивали про Красовского, про отправление с его миссисом. Вообще, откровенно говоря, вот если бы его отравление произошло где-то в нормальный, просто в такой обычный день, я бы еще озаботился. Но поскольку сейчас, значит, Рождество, Новый год и так далее, то я не исключаю вариант, что это просто перепел какой-нибудь, что это какой-нибудь там боярышник или чем-нибудь они там кольнулись или чем-нибудь там чего-нибудь нанюхались и в результате, значит, оказались в реанимации. Но когда они оказались, то есть русская болезнь перепел или недопил или недозакусил или не того выпил или не с тем выпил. А потом, когда он оказался в реанимации, почему из себя не сделать героя какого-то, которого, значит, страшные украинцы вдруг нашли там в Москве и отравили. Так что в этом смысле еще надо разобраться, что там у него за отравление. Потому что если он в этиллической коме, а может быть даже в метиллической коме находился, значит, в этой реанимации, то надо будет посмотреть, кто его травил и, может быть, сам он себя еще отравил. С Пугачевой это история, это просто история глупости, абсолютно идиотизма. И вы знаете, я бы так сказал, будем ждать, что они будут по-настоящему идиотами. Потому что Пугачева это абсолютная неприкасаемая корова, вот такая индийская, да, вот святая корова в российском, я в смысле не ее телосложение, да, а в смысле неприкасаемый человек, которому вообще вот икона, абсолютная икона, которую нельзя даже не то, что на нее там посмотреть, не то, что ее там тронуть плохо, а даже посмотреть на нее плохо. И вот если они решатся наехать на Пугачеву, то они, я думаю, что к ним прилетит вот то, о чем они даже не думали. Потому что она все-таки очень популярный человек, она настоящая народная артистка и, скорее всего, вот их, им мало не покажется после того, что им прилетит в ответку на это дело. И, откровенно говоря, я бы даже, ну, это вот, не хочу быть злорадным человеком, не хочу быть, ну, так сказать, подталкивать их к этой глупости, но если они наедут на Пугачеву, то это будет очень большая глупость с их стороны. Ну, и в финале знаете о чем? О 24-м годе. Вот как вы, как человек очень опытный, как вы представляете себе самое, там, скажем, тяжелое, самое опасное и самое рисковое, да, точки и в мире, и в войне с Украиной? Вот что, с вашей точки зрения, вот зачем нужно наблюдать и следить? Во-первых, вы знаете, я скажу, что 23-й год, который вот уходит от нас, да, и который многие формулируют как такой сложный год и тяжелый год, на самом деле для Украины он был вполне себе успешным годом, да, потому что Украина вот где была, там и стоит, да, и да, она потеряла там какое-то энное количество тысяч, а может быть даже десятков тысяч своих защитников, но если вы посмотрите по территории, вот где она была в начале 23-го года, там она даже немножко продвинулась, и вот говорили, что контрнаступление не состоялось, Путин говорит, вот оно не удалось, в том смысле, что мы ожидали, то есть было ожидание, что Украина выйдет к Мелитополю, что Украина выйдет к Азовскому морю, что отвоюет там чуть не половину захваченной территории, этого не состоялось, но одновременно она не потеряла ни куска, или там ни куска значимой территории, а если даже и потеряла, то она его немедленно тут же компенсировала чем-то, плюс к тому же мы с вами сказали, что она практически теперь заняла господствующее положение на Черном море, по крайней мере на своей территории, у своих берегов, и Россия сделать с этим ничего не может, Украина вернулась в международную торговлю самостоятельно, без всякой Турции, без всякого ООН, просто с поддержкой Болгарии, Румынии и Турции, которые пропускают ее сюда совершенно спокойно и так далее и тому подобное, то есть на самом деле 23-й год это не разгромный год, это никакой не черный год в истории Украины. Украине удалось выстоять очередной год против огромного противника, и у российской стороны в этом смысле был гораздо более провальный год, потому что для Путина только один Пригожинский путь, это вообще жуткое совершенно событие, которое, я вообще считаю, что это событие мирового масштаба, но вот, к сожалению, потом Израиль перебил своим 7 октября и своей войной, да, потому что там, конечно, страшные вещи происходят, но все равно по значимости Пригожинский путь для путинского режима был самым жутким событием за 25 лет путинского правления, это произошло в 23-м году, и поэтому, в принципе, 24-й год, я не думаю, что это будет какой-то, опять же, очень страшный год, просто теперь все поняли, что война это может быть надолго, что в 24-м году война может не закончиться, но в 24-м году все ожидают появления F-16 американских, все ожидают появления какой-то другой дополнительной, значит, техники и вооружения, и надеются, что Украина, по крайней мере, не потеряет то, что она имеет, и, может быть, даже отвоюет еще больше своей территории и так далее. И для Путина, в принципе, это не, я не вижу для него это хорошим годом, потому что надо напомнить, что Путину с каждой минутой, с каждым днем становится все больше и больше лет, и он приближается к своей могиле, как мы все, вот, но он, может быть, будем надеяться быстрее нас всех, вот, ему, кстати, вот, когда у меня сегодня у меня было интервью с японцами, ну, вот, они меня спрашивали, а как там вот выборы, а я им сказал, что вот мы с вами записываем сейчас в декабре месяце, а вы меня спрашиваете, что у Путина с выбором в марте, ему еще до выборов надо дожить, еще неизвестно, что там произойдет за эти три с половиной месяца, четыре месяца, вот, так что кто знает, что с ним будет, а может быть, там, я не знаю, там Патрушев или Шойгу войдут к нему в кабинет и вонзят ему какой-нибудь там кинжал или там Хадыров ему перережет горло в Кремле, кто знает, что там произойдет, так что в этом смысле будем надеяться на лучшее и будем оптимистами. Спасибо большое, огромное спасибо за поддержку Украины в 2023, надеюсь, что и в 2024 она продолжится. Спасибо, с наступающими праздниками, до свидания. Взаимно, спасибо.